Приветствую вас. Во-первых, хочется сказать вам следующее. Очень многое зависит от партнера вашего сексуального. Очень многое зависит от вашего настроения, физического состояния. Очень многое зависит от того, чего вы ждёте, чего вы ждали от секса с партнёром. Очень многое, значит, то, что вас связывает с партнёром. Очень многое зависит от темпераментов партнёров. То есть разные темпераменты предполагают соответственно разные взаимодействия сексуальные. Вот. Значит, ну вот так. Примерно. Я это лично списывал бы на именно нерегулярность вашей сексуальной жизни. Вот. И хотел бы спросить у вас, почему вы видите в этом для себя что-то страшное, что страшного в этом для вас. И вот уже от этих моментов, возможно, нужно будет отталкиваться вам. Потому что, ну иначе, вот как-то по-другому здесь, наверное, не получится дать сколько-нибудь адекватный ответ, чтобы он вам подошёл. Потому что очевидно, что вы впечатлены неудачей. И очевидно, что вам неприятно то, что произошло. И это нормально то, что вам неприятно. Очень легко навредить ещё больше, очень легко навредить, как бы ответом вам ещё сильнее, ещё сильнее ввести в тревогу вас. Вот. Поэтому мне бы хотелось более детально исследовать вот вашу субъективную сторону этого. То есть именно вот нужна именно субъективная сторона, чтобы понять вас лучше, чтобы понять вас... Ну, подробнее, да. Вот. И, соответственно, уже на этом, как бы вот, на этом, ну, заострить внимание. Вот. Вот пока что я думаю примерно так. То есть пока ничего страшного. Я в этом не вижу для вас. Мне представляется история такая, значит, что... Вы просто нерегулярно занимаетесь сексом, либо вы перенервничали. Вот. Ну, в этом ничего такого, такого трагичного нет. Вот. А со своими ожиданиями от секса и с тем, что вас объединяет вас с сексуальными партнёрами, вот с этим я бы поработал. На это я бы обратил ваше внимание. Вот. Потому что это важно. Потому что это, вот, напрямую, напрямую влияет на вас, напрямую влияет на ваш, как сказать, подход к отношениям. Вот. И если, соответственно, ничего не сделать, да, если ничего не поменять, то, ну, возможно, для вас это станет более серьёзной проблемой. Ну, пока что это просто единичный случай и серьёзной проблемой от нас стоит. Вот. То есть вы почему-то, вот, считаете, что человек это что-то типа робота, который, который, вот, ну, который способен выдавать, там, не знаю, одно и то же КПД каждый раз. Нет, это не так работает. Совершенно. Поэтому, мне кажется, что имеет смысл обратить, ну, вот, ваше внимание на эти вещи. Ну, на этом всё. Я надеюсь, что мой ответ вам был полезен. Если он понравился вам, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи. Вот. И надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом. Спасибо.